имя отчество и фамилия чебутаревский андрей речь а год рождения 28 11 2001 год 21 22 22 до контакты сколько платили 36 37 тысяч откуда сам ирон с новосибирской области службу московской поселка данная сибирская область с города города какой каргат карта в области в области женат нет детей тоже не туда родители мать есть не общаемся получилось а когда зашел в украину 24 февраля через харьковской области харьковской области либо через нее либо через сумскую откуда заходили с белгородской белгородская 1 марта несколько дней до обстоятельства 27 колонну начали бомбить нас развернули то есть первая часть ушла в направлении границы а мы остались то есть экипажем должны были показывать колес на технике которая шла с той стороны куда уходить ну потому что поворачивали мне туда туда заезжали и все получается до вечера простояли командиром сказал надо возвращаться потому что именно обстреляют на чем сказал нам в танке ничего не будет сказал охранять технику то есть там мне на очередь по очереди по два часа то есть один два часа спи другой два часа караули ну сперва я хотел он говорит надо накрывать этими ветками не ветками там когда я спать пошел я в ханку залез буквально минут 10-15 проходит наводчик подвигает горит чем-то там машина какая-то подъехала на урал все я голову станка влази у меня один снаряд от рпг в лоб приходит то есть в башню танка взрывается надо головой меня вниз не понял ничего влази второй снаряд от рпг взрывается я уже в танке закрылся получается снаряд в левый бок в башню попал ну наводчика точно убила и потом уже бронебойным то есть пробили через командира снаряд зашел и через механку меня вышел то есть возле головы на снаряд пролетел все вылазит с танка возле танка тело лежит к нему подбегает командир в голову раненый кровь просит воды то есть снега дал ему боленька поел начал его оттаскивать все там еще урал стоял получается перетянул его к уралу ближе рука рука я посмотрел рука вроде бы целом с головы кости надо говорю уходите брать эти можешь он будет я не могу эти тип ну тяни меня с собой я попробовал еще метров 10 где-то протянул понял то что манесу командиру ходить надо там еще лейтенант получается метров наверно 40 от нас был все я к этому лейтенанту бегу командира ранило надо забирать он говорит ну вот скорее всего добить и выстрел я не понял с чего когда бежал уже по мне то есть пкт начали стрелять с танка стреляли все получается стреляют очередь пролетает я падаю ну как метров пять пробегаю падаю очередь пролетит опять ств опять бегу то есть вот так вот добрался до лейтенант до этого ну по итогу начали с ним уходить то есть выстрел был он сказал что командира скорее всего убили начали с ним уходить там метров 100 наверное где-то околок был лес все туда через дорогу перебежали спрятались до рассвета с утра рассветало надо к своим уже говорить нужно посмотреть командира то есть убили не убили живое для ранней он сказал понимаешь то что я последний путь типа лишь она понимают что могут читать все получается там как дорога перед дорогой возле этого околка то есть место как поле такое игру сиди здесь жди меня в любом случае приду перебегая через дорогу лежит мой командир я к нему побежал метров стороны еще в сорок пробежал останавливается семерка машина и оттуда уже кричат ну не дрожь все еще метров пять пробежал по мне начали стрелять уже с автомат то есть с одной стороны потом еще одна машина подъехала лэд крузер по-моему черный с него стрелять начали с трактора то есть мы получать за с трех сторон я понял то что дородно уже там осталось метров 10 на но я бы до него не добежал начал убегать то есть одну я его увидел то есть он лежит он не понял убит он не убит то есть все и начал убегать уже то есть лейтенанту к этому ну думаю может поможет как-то или что-то и по мне стрелять начали получиться в ногу попали в колено где-то в районе колена то есть повезло врач сказал когда смотрел вообще то есть сустав должна быть перебить сустав не перебила только ну пуля в кость попала с ружья попали все я через дорогу перебегаю еще машины едут в церетово нет но я в болото бежал то есть там как болота не знаю может километра полтора в принципе такая местность было все по камышам по камышам начал уже уходить до темна получается шоу как до темна до сумерок спрятался в околке то есть там село небольшое и вот перед селом околочек спрятался едет буханка зеленая посмотрел наши не наши непонятно думаю сейчас выйдут если наши то заберут а если не наши то убьют ну решил не выходить уже она мимо проехала и вот до 1 марта получается лесами болотами уходил через речку получается 28 через речку переходил по шею то есть там как раз речка та где вот нашу колонию бомбили еще все получается вышел уже 1 марта уже к вечеру понял то что до своих не пойду потому что эти далеко было я прошел может километров двадцать где-то наверное всего ну плюс сам раненый постоянно пить хочется голова уже кружится я понял то что крови много потерял смотрю там то есть здание какое-то как ангар ремонтный ну думаю убьют убьют уже что будет может много все вышел выходит оттуда мужчина ну для лета не знаю лет может 60 где-то возможно даже больше автомат повесил руки поднял говорит отец русский солдат ранен это убивать никого не хочу бы мне помощь на ранее не бойтесь я не боюсь я с вашей навеси афган прошел еще и автомат повесил то есть вниз он ко мне подошел куда ранен на друг на я говорю только ну прошу не издевайтесь то есть чтобы как бы долго умирать не хочется убивать грубую тебя увидел часа и потяга это убивать не будет гражданский был до гражданский завел меня в здание в этом большое печка кондейка у них то есть все дали воды горячей попить сигарет далее курил сказали сейчас придет мин принесет пусть и ушел приходит дает бинт дает хлеб там дал точно поел все буквально проходит минут пять заходит на мужчина один с автоматом один с хожьем подними руки руки поднял русский типа помощь надо спросили кто я сказал русский солдат игры помощь нужна ранен где разбили но я вместо описал ну понятно все получается меня вывели еще одну машину я так понял это те же люди которые по мне стреляли потому что даже машина была дает ланд крузер чего один с винтовкой стоит ложись берет на землю а дедушка получается который 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 может конкретно в плен попал командир 46 года рождения он говорит ты мне внуки годишься ну спросил сколько ты сказал 20 на мужчину это начал плечать не надо положиться пускай садится он ранен все меня в машину погрузили мужики только если убивать будете ведь и сразу были не сдевайтесь но он мне пообещал слово офицера дал то что живое останусь то что домой приеду маленько полегче стало через поле уже когда начали перевозить человек 30 или 40 то есть в ссу и тиро барон мне мужчина сказал то что мы говорим тебя ждали знали то что ты идешь то есть сказал то что если бы при других обстоятельств в общем я бы оттуда не ушел то есть потому что полностью окружение попал сзади деревня была оттуда вышли охотники но тиро барон спереди и сбоку шли то есть город стоял он сказал то что не ушел быть я повезло что мы тебе в плен взяли все меня везут они остановились ну крикнули мужики расходись нашли вот это конкретно люди меня взяли те в плен которые это услугали это были в ссу и тиро барон вместе да да и вот этот как раз таки говорю машина на которой меня везли это машина с которой меня ранили я так понял стрелял кто-то из них по убивать они меня не хотели судя по всему потому что с винтовка которая у них была если бы хотели то убить суда нет у них винтовка была типа карабина с большой оптикой то есть но ранили меня не с нее ранили с ружья я так понял с одностволки либо с двухстволки то есть ну с охотничьего то есть с той винтовка которая была если бы хотели убили бы то есть ко меня конкретно уже хотели взять в плен конкретно то есть я не знаю как дело профессионализма уже просто охотиться на то есть но они поймали они как бы помощь оказали все привезли к ним уже на базу туда а вот завели начали спрашивать куда раненый показал куда то есть пришел врач медик не знаю ампула такая прозрачная белая какая-то набрали вкололи то есть минут 5 на прошло то есть вот такое состояние на обезболивающая в поле не знаю какой все то есть дали воды попить опять чайник поставили чаем напоили приехал уже глава сила их начал на видео записывать как что откуда вот все ну это вот журналист да да то есть опросили уже как что то есть рассказал ну и смысла не было то есть скрывать потому что колонну когда бомбили не знаю кто и зачем то есть но повезли я так понял список части или батальонов я не знаю то есть там кабинут в той-то роте там только столько людей штабная общем список все то есть нашли документы все которые в колонне были то есть то есть но много документов по крайней мере нашли все начали спрашивать и где расстреляли я сказал то что на перекрестке они сказали и два трупа лежит понял то что командир ранен ну убить уже то есть все и они потом сказали мы говорим тебя ждали потому что когда вышли он лежал мы тебя ждали то есть как летом то есть тогда уже понял что люди имуне все привезли в полицию потом заявили там камеры не камеры. Охраняли, дали сигарет сразу, принесли чай, большую кружку. Пришел врач, женщина начала смотреть, ногу не ногу, вытянула пулю, пулю такая была самопальная. Все, дала таблетки какие-то еще, я выпил, тоже вроде жаропонижающие, выдволивающие. Пришла на утро, начала слушать, сказала, у него пневмония, либо воспаление легких началось. Все, они там забегали, опять таблетки принесли, укол поставили. Пришел еще один врач, я так понял, хирург уже начал ногу смотреть. Сказали то, что еще бы сутки-двое и ногу бы пришлось, то есть они чистить начали, то есть ковыряться, сколки-не сколки доставать начали. Все, то есть с ногой нормально все было, перемотали, приехали из БУ, я так понял Черниговская, засняли меня кто откуда как, сказали вон он в Киев. Все, меня получается повезли, загрузили в Газель, повезли, у Газель еще один парень был, это с моей роты срочник, вроде как, ну или контрактник, я не помню, вроде срочник, но он, если контрактник, то только подписал. И все, получается, он сидит, нам разрешили припонять, то есть у нас какие-то другую другу увидели, узнаете, мы как бы да, узнаем. Все, ну, когда уже успокоился, более-менее то, что хотя бы кто-то живой остался здесь в полон. Я понял, а на сколько продвинулись в Харьковской области? Нас разбили в Черниговской области, Прилугской области, Прилуги, да. То есть, ну, у нас в принципе, то есть до 27-го числа… Я немного не понял, ну, то есть ты сказал, что заходили через Сумскую или через Харьковскую и дошли до Прилуг, да? Да, поля, то есть у меня задавали вопрос, типа, ехали через крупные города, через Харьков, не Харьков, я сказал, как бы нет, но так оно и есть, потому что перед городами, как правило, то есть сворачивали либо влево, либо вправо, то есть, и уже ехали вдоль сел, то есть в основном полями. А как ориентировались? Я не знаю как, то есть я ехал, получается, в колонии, у меня приказ был двигаться в составе колон. Я понял, а какие задачи стояли? Я не знаю, командирам задачи доводится, то есть механикам, наводчикам. Ну, вот все говорят, мы не знали и так далее, ну, то есть мне тяжело понять, а как, например, ну, то есть движемся и все? Механик-водитель действует по командам своего командира. Да, я понимаю, ну, например, говорится, вот едем столько-то, столько-то. Нет, расстояние не говорилось, сказали просто марш, что будет марш. Все, мы ехали в составе колон. Единственный приказ, который у меня... А почему я не ехал здесь? В колонии, то есть я не первым ехал, я ехал где-то в середине колонии. А сколько танков было? Ну, где-то штук, может штук сот, где-то так. 40? Да, по идее, где-то 60 танков из них, то есть половина не доехала, кто-то с дороги слетел, кто-то еще что-то. Через что? Через обстрелы? Нет, просто, то есть, ну, как бы кто-то застревал, потому что ехали по полям, и, то есть, ну, танк на пузо садился там. Все, и получается, из танков вот сколько сгорело, пожгли, я только знаю, конкретно за мой танк, и за те два еще, которые вот срочники, ну, не срочники, контрактики молодые были, то есть еще за них знаю. Два танка оставалось, но они тоже из строя выведены, либо сгорели, либо расстреляли их, я не помню. Все, получается, нас привезли уже в Киев, в ОЗГУ, получается, 2-го числа, 2-го марта. Главное управление было по службе безопасности, если я не ошибаюсь. Все привезли туда, подняли на второй или на третий этаж, не знаю. Завели в комнату до утра, пробыли там, ночью заходили, спрашивали, с какой части, то есть, ну, сказали, с какой, то есть, мы сказали, часть 58-198. Сейчас спрашивали тоже, ну, что за часть сказали, танковый полк. Все, получается, на утро нас уже начали опрашивать, то есть, опросили, допросили, все привели, получается, ну, отсняли, потом, то есть, как, кто откуда заходил, привели уже в спортзал, конкретно, и 3-го или 4-го числа повезли на пресс-конференцию в Интерфакс, в Украине. Это все понятно. А вот, почему ты пришел в Валь? На контракт, в принципе, мечтал служить военным. То есть, ну, мне нравится служить. То есть, мне нравится, есть ли я? Да, это не акты безысходности экономической. Просто ты фактически, да, первый человек, который говорил, что мне нравится служить, я хотел быть военным. То есть, большинство, вот, до сих пор русские, там, буряты, скалмыкии и так далее, не говорили, что вот ситуация экономическая плохая, и поэтому они шли служить. Нет, ну, я даже как, я учился, получается, был на втором курсе, я пришел в военкомат, это было начало второго курса, рассказал, ну, мне еще не было 18 лет, я сказал, что я хочу в армию. Он меня посмотрел в военкомат, говорит, ты, ну, серьезно, то есть, нам приходится, как бы, за кем-то есть, кого-то забирать. То есть, я сказал, да, я действительно хочу в армию, то есть, сам он говорит, ты учишься, то есть, у тебя есть официальная государственная отсрочка от армии, ты можешь не идти. Я, как мне исполнилось, 18 лет, то есть, 28 ноября, я 28 ноября написал рапорт, ну, заявление на академический отпуск, то есть, в связи с входом в армию. То есть, как бы, ну, и учился довольно-таки хорошо. То есть, если бы я продолжил учиться, я бы закончил в лицей, то есть, с красным дипломом. У меня, в принципе, подали губернаторскую стипендию, то есть, у меня была только одна четверка. Почему с мамой не общаюсь? Ну, как бы, получилось так, что я попал в 16 лет под опеку. Как бы, ну, в общем, ну… Из-за чего? Если мать выпивала? Выпивала, да. То есть… Это была проблема, да? Ну, в одной из степеней, да. То есть, как бы, ну, мы с ней общаемся, но… То есть, я так понимаю, что ты из неблагополучной семьи, да? Нет. Это так считается? Как бы, в чем? Получилось так, что, ну, как бы, у меня не родной отец, а отчим. Как бы, он вырастил у меня с детства. Они с матерью переругались, и мать где-то на протяжении, наверное, месяца, то есть, начала выпивать. Как бы, ну, мне было 16 лет, то есть, и ее, получается, как бы, к ней приехала соцзащита, социальная служба, и предложили ей такой вариант. Смотрите, как бы, ее не решили родительских прав. То есть, меня, как бы, отдали, ну, как бы, не отдали, под присмотр тетям родной моего лучшего друга. То есть, она сама собородник социальной защиты. То есть, матери дали где-то 2-3 недели, чтобы она закодировалась, чтобы все дома навалилось. Ну, как бы, так получилось практически. И, как бы, ну, потом мне уже, то есть, предложили вариант, либо остаться в семье, то есть, от тети моего лучшего друга, то есть, опекуна, либо же остаться с матерью. Я выбрал, ну, остаться с ними, допустим. Потому что, как бы, ну, у матери не было, скажем так, довольно-таки хорошего дохода, чтобы меня полностью обеспечить. То есть, я, ну, в принципе, я сам себя обеспечивал. То есть, я как бы подрабатывал, не подрабатывал. Ну, были еще обстоятельства. То есть, я остался с ними, они до 18 лет прожил у них. Они меня одевали, обували, отправили учиться, все. Я, получается, ну, пришел в инкомат. Ну, то есть, это не было, типа, от безнадеги, да? Нет. То есть, в принципе, если бы я остался учиться, доучился бы, то есть, как бы, поступил бы на высшее заведение, довольно-таки бы хорошие деньги получал. То есть, у меня стипендия губернаторская была бы у всех, то есть, полторы тысячи, а у нас это где-то тысяч девять стипендия губернаторская, это в лицее. То есть, в принципе, это где-то порядка десяти, наверное, одиннадцати тысяч в месяц выходило бы для студентов, в принципе, это за глаза. Тем более то, что я бы жил, как бы, ну, в лицее, то есть, у нас общежитие было полностью наше. В принципе, у меня этих денег хватало. То есть, это не от безысходности. Я действительно сам хотел служить, мне нравилось. То есть, я мечтал служить в десантных войсках, либо в войсках специального назначения, так как занимался сам, занимался только пашно-борно, то есть, ну, боями. Мне это нравилось. Нравился спорт, нравились войска, спецназы. И получилось так, что нас привезли в военкомат, и я не попал в добор спецназа ГРУ. Ну, в общем, получилось так, что нас забрали в четверг полгода, я провел там, потом отправили в распределение, то есть, в Москву. В учебке не получилось контракт подписать, отправили уже в Москву конкретно, приехал вот к себе в часть, сразу же сказал то, что хочу служить по контракту, то есть, даже, ну, в принципе, не видел условий, как бы, части. Ну, мне, потому что, ну, мечта у меня была. Ну, я понял. Ну, а, например, вот, ты зашел в Украину, да? Да. Это тоже такая мечта была? Нет. В принципе, то есть, мне, смотрите, мне нравится служить, мне нравится ездить на технике, ну, воевать я не думал, в принципе, то есть, как бы, ну, не предполагал, что придется, то есть, побывать в боевых регистрах. Надо даже не сказать, что воевать оккупировал. Ну, я не знаю, я знаю только как моя страна. А вот, например, вот, привлекал, типа, в армии, вот, вот, это, как бы, после 24 февраля вот эта большая сказка о второй армии мира, она просто рушилась. Ну, смотрите. Понимаешь, о чем я говорю, да? Я понимаю, о чем вы говорите. Дело в чем. Ну, то есть, ваша же служба безопасности мне говорила, солдаты у нас умеют воевать, но при этом генералы, которые командовали, они, ну, как бы, где-то что-то у них пошло не так. То есть, и, как бы, получилось так, то, что начали колонны сжечь и все. То есть, со мной разговаривал человек и говорил то, что полетают снаряды, там, 60-70-х годов, то, что у вас воевать нечем. Поверьте мне, у нашей страны есть, чем воевать. Но просто эти снаряды, эти, как бы, заряды, они тоннами уничтожаются на полигонах. Я не знаю, как бы, ну, почему ими не стреляют. Возможно, для того, чтобы, как бы, утилизировать их, так сказать. Списать деньги? Ну, не знаю. Как бы, я даже не офицер. Коррупция есть в Циву Русска? Ну, я не могу. Я смотрю, вот, то, что ты говоришь, вот, ты горд, что ты русский солдат. Правильно я понимаю? Смотрите, я горд тем, что я военнослужащий, то, что у меня есть такая возможность служить в армии, то, что, в принципе, я солдат. Но, как бы, ну, я считаю, да, что я горд, то, что я служу в армии. Ну, ты понимаешь, вот много, ты долго находишься в Украине, да, и вот то, что видят украинские гражданские, да, когда мы говорим, это русский солдат, это мародер, это насильник и это убийца. Ну, это, я думаю, что ты слышал, да, там, буча и пень, то, что они делали и так далее. Они унитазы домой забирали, да, ну, и так далее. Вот это русский солдат. Того, что домой, я действительно, как бы, не знал. У меня, то есть, как бы, я пересекался с людьми, то есть, за время плена, которые попадали в плен, которые рассказывали для чего, как, что. Я просто знаю то, что, ну, у вас есть дживелин ПЗРК, он стреляет на тепло, то есть, я действительно, я не знал то, что вывозят в Россию. Я знал то, что были такие случаи, когда их ставили для, то есть, того, чтобы, ну, идет выход тепла через дживелин. Я понимаю просто, это было как средство защиты, поскольку, то есть, на танк, по идее, есть специальное приспособление для того, чтобы от теплоснарядов защищаться от решеток. Их не успели поставить, их не успели... А, я понимаю, вот почему ты говоришь о дживелине. То есть, ты говоришь, унитаз забирали для того, и вставили на танк, чтобы унитазом защищаться от дживелина? Да. Дело в чем, он бьется, то есть, как, в принципе, действует снаряд. У него стоит головка, которая, то есть, при соприкосновении с поверхностью, ну, в принципе, снаряд детонирует. Это не зависит, то есть, это, ну, нет такого, чтобы ты там доску положил, он доску пробил и только от железа детонировал. Он детонирует от соприкосновения с поверхностью. То есть, это как вариант. Я не знаю, действительно, то есть, мне здесь уже говорили, то, что их вывозили. Ну, мне, как бы... Это твоя версия, что унитаз защищает дживелина на танке? Это говорил человек, танкист, который попал в плен, который, то есть, ну, действительно, но они не унитазом накрывали. А как ты представляешь, ну, например, да, вот, чтобы не было соприкосновения, то весь танк нужно обклазать унитазами, да? Правильно я понимаю? А как это? Нет, смотрите, просто, как бы, не обязательно унитаз, опять же, это может быть, то есть, как правило, это... Это смешно. Ну, я понимаю, то, что это смешно, да, но когда ты хочешь выжить, это... Ну, да, ну, то есть, где нужно ставить унитаз, чтобы... Да, я обязательно унитаз. Ну, я говорю, я просто услышал, как бы, ну, я не знаю, единичный для случая был, мне просто, ну, сказали, как это было. Ну, конкретно про унитаз. Дело не в том, что верю или нет, я просто... Ну, ты же рассказываешь о дживелину, то есть, я спросил о унитазе, я даже до конца не понял, что ты начал о дживелине, я думаю, почему здесь дживелина, а это как бы унитаз защищает от этого. Нет, мне не обязательно унитаз, я просто вам рассказываю. Эн лоу, да. Эн лоу или от джавелина, потому что это разные вещи. Именно конкретно от ПЗРК джавелин. Я просто вам говорю так, как мне говорил человек, который попал в плен, и как это было на их примере. То есть у них была решетка, то есть у нас в принципе специальная решетка, которая обкладывается мешками, не мешками, то есть с камнями же, либо с песком, то есть в принципе детонация происходит, ну происходит снаряды. Ну, как бы парень приехал, который был, он уже дома, он обменялся. Просто как было у них, у них не было мешков, не было этого. Я не помню, у них то ли... Короче, с этим ясно. Ну, то есть как версия, унитазы забирали, чтобы отживали. Я не знаю, зачем их забирают. Я понимаю на поле боя, когда там работает ПЗРК, то есть там, например, взорвали один-два танка, и реально поставили, что зачем их вывозить домой, я не могу в это поверить, поскольку это не складывается с моим пониманием. Я слышал за мародерство, как говорили, как вот мне говорил сотрудник, то, что там нашли в бронежилете, не помню, айпад, либо что-то такое. Я могу сказать за себя то, что я бы такого не делал, потому что это моя жизнь, и то есть, ну, действительно, пластина, которая, то есть, стоит в бронежилете, она мне может спасти жизнь, но тот же самый макбук, либо планшет, либо еще что-то, оно... И изнасилование, убийство гражданских. Это тоже лучший солдат. Я не видел, как бы, своими глазами, я слышал за это. Как бы я могу вам сказать одно, я слышал то, что говорят, что много бурятов или еще там кого-то это делает. Я могу сказать... Не бурятов. Вот, например, было расследование, это русские журналисты сделали. Где-то две недели назад вышло, и они расследовали... Я забыл, Андреев, как кажется, село под Киевом, да, и они вышли на русских солдат. Они уже в России и так далее, они все отрицали, и потом они сами перезвели журналистам и сказали, мы хотим признаться, потому что нам тяжело с этим жить, и они сказали, да, мы бывали и так далее гражданские. Ну, это факты, которые были представлены. Но, поймите, то есть люди все разные. То есть для кого-то это нормально, это потенциально нормально возможно. Но я опять же говорю, мне сложно в это поверить. То есть человек, который, ну, в принципе, я такой человек, у которого в голове это не угадывается, поскольку у нас есть приказ, у нас приказ о том, что мирное население, статья есть, мирное население в принципе нам не выгиб. Хорошо. Одно дело воевать с вашим солдатом, который вооруженные силы... А зачем воевать с ними? Нет, я просто, например... Нет, я спрашиваю, тебе тяжело поверить, например, что русские солдаты такое делают, да? Вот, например, а для чего русский солдат зашел на Украину? Вот ты зачем зашел? Это независимая страна? Да, это независимая страна. Зачем зашел? Смотрите, у нас государство, то есть, ну, объявило специальную операцию, да? Я военнослужащий, у меня есть приказ. Я, то есть, подчиняюсь своему руководству, мне дали приказ, я зашел. То есть... Нет, постой, вот здесь, вот давай немного уточним, да? Вот, когда мы говорим о русском солдате, ты не сказал. У меня есть командование, пусть с этим разбирается, да? С мародерами, насильниками, но есть разные люди, мне тяжело в это поверить, да? А здесь ты, когда вот заход был, вот у меня приказ и сказал о командовании, да? То есть, для тебя русский солдат, это святое. Ты зашел в другую страну, я закончу. Да, вот, например, ты зашел в другую страну, да? Спецоперация. Что это значит, спецоперация? Чтобы что делать? Я не знаю, это нужно спрашивать у командования, у руководства. То есть, я знаю, как называют у вас эту войну, я знаю, как это называют в России. То есть, я... Ну, то есть, для тебя это не война, вот лично для тебя. Ну, мне сложно это ответить. То есть... Ну, то есть, я понимаю, вот сейчас, грубо говоря, мы сейчас разговариваем, ты же вернешься в русскую армию, правда? Если теоретически тебя обменяют. Служить, да, я планирую. И зайдешь снова в Украину? Нет. А как? Для тебя это мечта. Для меня не мечта. Армия мечта, но для тебя тоже святой приказ. Смотрите, как подразделяется. То есть, моя мечта была служить вооруженных силах. Мне нравится это делать. Мне нравится ездить на танки. Мне нравится, то есть, быть, ну, скажем, на стрельбах. То есть, мне нравится ездить на технике, эксплуатировать. Где-то мне, в принципе, меня привлекает. Хорошо, у меня встречный вопрос. Тебе это все нравится, да? Ты заезжаешь в Украину, ты выходишь с танка и говоришь, вот это командирам, да? Стопа, пацаны. Мне нравится ездить на танки, мне нравится форма. Я хотел быть там в силах специальных операций, да, в спецназе, в спецсуре. Я хотел быть в УДВ, но это я не подписываюсь в Украину. Идите все, короче, лесом, и бизином все конем. Говорят, агуас, выхожу и все. Потому что я себя видел так солдатом, ты этого не сделал. Ну, то есть, это че, да? И, например, когда зашли в Украину, ты говоришь приказ. Ну, то есть, мы здесь определяемся. Или мне нравится ездить на танки и ходить на парад где-то. И что там все девчонки там бежали, потому что я военный. Или как там, типа, бывает. Или ты военный и идешь тоже воевать. И если, например, тебе дают приказ, ты идешь воевать и в Сирию туда, куда русские лезут, и в Украину туда. То есть, здесь большая нестыковка в том, что ты говоришь. Смотрите, в плане Сирии там официально российскую армию туда запросил президент Башараса. Это, то есть, как бы, ну, я знаю точно это. Знаю почему точно, поскольку я в прошлом году, мне довелось поучаствовать на форуме армии. Там были как раз-таки сирийские представители. Хорошо, Башараса. Да, то есть, при поддержке Украины. Кто-то запросил русскую армию. Я не знаю. То есть, я так понимаю, что русскую армию ты будешь, ну, до конца, как бы, отстаивать. И как бы, честь русского солдата. Ну, несмотря на то, что там мародеры, убийцы. Смотрите, если у нас есть такие люди, я, опять же, говорю, я их не видел своими глазами. Я не видел этого. Если у нас есть такие люди, мне стыдно за то, что они есть, за то, что они служат в нашей армии, за то, что мне ее позволят этим. Андрей, вот честно я тебе скажу, да, я это говорю на камеру. Ты, вот у меня в восприятии, у тебя нету полчеловека. Да, вот мы сейчас разговариваем. Но ты же понимаешь, я на свои глаза на это не видел. Ну, все СМИ об этом говорили. Я закончу, извини. Я ехал и ничего не знал. Мне нравится армия, я хочу быть военным. Да, ну, тебе не нравится, типа, быть танкистом. Я это понимаю, да, вот с разговора. Ты хотел или в спецсур, или в ВДВ. Ну, так случилось, да, ну, в жизни так бывает, что ты там механик, и ты, как бы, представляешь, что после 20, может, ты еще там 25 пойдешь или в ВДВ, потому что это, как бы, элита военная, да. Но, как бы, комплексно ты горж за то, что ты русский, и то, что здесь делает эта армия, да. И ты, как бы, стараешься их защитить. Вот я этого не видел. Вот какая-то, ну, просто полнейшая дичь с этим унитазом, и НЛО, короче, типа, на танке. Ну, реально, это же, ну, дичь, Андрей. Я вам просто говорю так, как мне это говорили. Такие, ну, ты же умный человек, ну, ты себе представь. Ты сидишь на камере и говоришь, ну, может быть вариант, что, грубо говоря, унитаз собрали, чтобы это было против Джавелина. Да, я сейчас путаю, там, НЛО и Джавелин, это разные вещи. Ну, то есть, ты понимаешь, ну, в этом все, да, вот, когда мы говорим, ну, это уровень, вот, ну, честно тебе скажу, ну, это, вот, когда бы смотрела Скобеева или Соловьё, и вот мы разговариваем, да, и он это там увидел, и думаю, да, давайте сварганим этот сюжет, пацан как хорошо говорит, и вот это все в массы, да, давайте кинем. Зачем наши пацаны брали, типа, там, унитазы? Ну, блядь, это же против Джавелина они защищались. Вы же понимаете, это все смарт. Ну, то есть, это, ну, ты понял, ну, ты не тупой, Андрей, ты не тупой, ты не тупой, ты все понимаешь. Я прекрасно понимаю. Смотрите, я не упускаю вероятности того, что было мародерство, то, что было насилие. Я не упускаю вероятности, потому что я знаю, что оно не то, что было в плане мародерства, я знаю то, что оно не то, чтобы возможно было оно, и было, поскольку мне показывали, когда был в СБУ, то есть приходили сотрудники, нам показывали вот видео, человек, я тебе могу показать это. А российский военный, который там отправлял посылку из Белоруссии, я могу сказать одно то, что война, в принципе, она будет с мародерством, поскольку так как мародер у нас, так же и у вас. Андрей, это с языка вы пьёшься в тело? Нет, это не с языка. Вот 15-20 минут назад ты не хотел называть, ты мне сказал, что для вас это война, а для нас это спецоперация. Так это война для тебя? Ну ты же сказал только, что война, Андрей. Ты не тупой, Андрей. Я понимаю. Ты очень не тупой. Война или нет? Ты говорил, война, у нас запись есть. Я понимаю, что у вас есть запись. Ты говорил, что война, это война. Для тебя это война. Для меня конкретно, для меня, смотрите, для нового государства это специальная операция. Для вас это война. Для тебя лично? Лично для меня, ну, боевые действия назовем это так. Я, как бы, ну, учение? Нет, это не учение. А что, охота на украинцев? Нет. А что? Я не знаю, что хочет. Кто цель для твоих боевых учений? Для моих боевых учений? Да, ну для тебя это боевые действия. Да, кто цель боевых действий? Самая главная цель боевых действий у меня сейчас вернуться домой. Нет, до этого было. Вот то, что сейчас происходит, это уже полгода. Какая цель боевых действий? Русская армия. Лично для меня была цель моя сохранить мой экипаж. И в любом случае вывести его, поскольку я, как говорите, не глупый человек, я довольно-таки хороший механик, водитель. Самое главное... Андрей, ты не искренен со мной. Ты не искренен. Для тебя тоже важно это интервью для чего-то. Ты не искренен. Ты играешь роль. Ты понимаешь, что ты хочешь вернуться туда. Я больше тебе скажу. И, скорее всего, ты снова вернешься в Украину. Я не приеду сюда. Ты приедешь? Я не приеду сюда. Я вам даю гарантию, что я сюда не приеду. А что значит слово русского для украинцев? Мы знаем, что это русский. Я понимаю то, что для вас это слово ничего не значит. Я вам могу сказать с вероятностью в 100%, поскольку ребята, которые попали со мной, они вернулись домой. И я знаю, как на это смотрят органы власти. Андрей, ты-то хочешь, чтобы тебя отменяли, что ты готовишь сейчас мне сказать честное пионерство. Понимаешь? Нет, я понимаю. Я просто знаю ребят, которые вернулись домой. Моей тете довелось поговорить с парнем, которого как раз таки я видел в этой газели. И я знаю этого человека очень сильно хорошо. У него погиб здесь лучший друг. Но при этом я знаю еще то, что сюда, в принципе, кто приезжает с плена, не возвращают. Так как, ну скажем так, нет доверия. Не благонадежно? Ну, можно сказать так. Но в армии ты останешься. Но если ты не благонадежен возвратиться в Украину, значит, они оставят в армии или оставят? Я говорю, опять же, если мне позволят дальше продолжать службу, я буду служить. Если меня уволят, ну, уволят. То есть я хочу, в принципе, служить. Но, опять же, в боевых действиях я участвовать не хочу. То есть я знаю, что многие говорят, как бы вы хотели просто служить, то есть получать зарплату, ничего не делать. Я считаю так, что моя задача обучать ребят, которые приходят к нам, пользоваться вооружением, которое у нас есть. Но участвовать в боевых действиях я, в принципе, я не планировал. Вот такой у нас есть солдат. Он ничего не знает. Скажем так. Ничто не верит. Это страшно. Дело не в том, что верю ли я. Дело в том, что... Как сказать? Я... Скажем так. Дело не в том, что русский солдат в это не верит. В это не верит человек, которого этого не видел, который не сталкивался с этим лично. Я знаю за историю. То есть был мальчик в плену, который был непосредственно в Буче, его обменяли. Я знаю то, что они когда зашли туда, и начала накрывать артиллерия. Я знаю то, что он был... Их, это кого? Русский? Да. Я знаю то, что он был в Мариуполе, когда там уже были бои очень ожесточенные. Он там был, как бы, мы с ним разговаривали. Я слышал такое, что, ну, как бы, как там происходили боевые действия. Я, как бы, ну, знаю то, что работала и ваша артиллерия, и наша артиллерия. Я, как бы, это слышал. Андрей, Андрей, ты реально нормальный? Я нормальный. Но ты, ну, той, это защита страны. Я понимаю, что это защита страны. Я просто, понимаете, я, как бы, сталкивался с журналистами, которые мне напрямую задают вопрос, вот, вы бомбите то-то, 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 то есть, вы, знаете, складывается такое ощущение, как бы, ну, я понимаю то, что, да, ваша армия, она защищается, она обороняется. Вы защищаете свою страну. То есть, как бы, это вас оправдывает. Ну, просто, когда мне... В смысле нас оправдывает? Это наша земля, Андрей. В смысле оправдывает, Андрей? Ну, и ты, ну, ты меня извини, ну, то есть, ты пришёл, ну, ты пришёл сюда, и ты ещё, ну, вот, честно, вот, вот мне странно, да, вот ты стараешься доказать, будучи, ну, то есть русским оккупантом, заходя сюда, ну, ты сейчас, мы будем доходить до этого, что не все так однозначно, что ли? Я просто не понимаю. Ты пришел убивать сюда, Андрей. Я не пришел сюда убивать. А что делать? Мне дали приказ ехать в колонию. Если бы мне, мы разговаривали, если бы мне, опять же, отдали приказ стрелять по мирному населению, я бы этого не сделал. Потому что это не жмите. Не факт, Андрей. Я бы этого не сделал. Поймите, у меня была возможность, но я этого не сделал. Была возможность? Была возможность, но я этого не сделал. Когда я вышел в плен сдаваться, опять же, к этому человеку, я мог его убить, но я этого не сделал. Ну и что бы ты? Ты не такой тупой. Если бы ты его убил, у тебя было ранение, Андрей. Если бы у тебя не было ранения и так далее. Андрей, Андрей, постой, постой. Ты понимал, что ты долго не протянешь. Крови-то уже нет. и ты понимал, что одним меньше украинцам или одним больше тебе ничего не изменит. Ты или сдохнешь как пес на украинской территории, или тебя заберут в плен. Так что не надо, у меня была возможность, но я этого не делал. Вот у меня такое милосердие. Я когда выходил через болото, была ситуация, когда я видел человека, как раз таки терроробороны, да, пускай он с ружьем, но он был дед по гражданке, этому мужчине было лет 60, но я при этом в него не выстрелил. Я просто что сделал? Я просто ушел. Андрей, а какие варианты у человека с перебитой ногой? Ты что думаешь, что сейчас на камере? Ты в чем меня, например, стараешься убедить, что ты хороший русский солдат? Я не говорю, что все люди разные. Кто-то может себе позволить убить, кто-то не может. То есть я говорю, на тот момент, когда меня только ранили, я в принципе не думал о том, что мне придется идти, скажем, 20-30 километров. Я знал то, что где-то за нами, то есть в километрах с четырех, в трех стоит наша кровь. Все понятно. Как закончить? Для тебя это боевые действия, да? Для меня это война, для украинцев это война. Как закончить? Я могу вам сказать, что она закончится только политическим путем. Либо же она будет заморожена, опять, как это было сделано в Донецком, либо же это закончится политическим путем переговоров. Я не знаю, какие условия будут переговоров, но лично я вижу конец этих боевых действий только политическим путем. А с ними можно разговаривать? Да, с ними, поверьте мне, можно разговаривать. Серьезно? Да. Сколько компаний было в Чечне? Две. Кто попросил мера после первой кампании? Я не знаю. Хасавюрт. Помнишь? Ну, русские. Хотя, через год они ударили и разбили. Все. Я считаю так, что с русскими можно разговаривать. Ну, хорошо. Что дело с территориями оккупированными? Херсонская область, Порожская? Я так думаю, это решение будет правителем государств. У вас это народ, у нас это, то есть, президент. Ну, то есть, у вас здесь президент, где будет власть, а у нас народ. Все правильно ты сказал, в принципе. Я согласен. Просто, ну, как бы я много очень слышал о том, что у вас власть, в принципе, президент, а у меня такое предположение складывать, у вас президент только для того, потому что он должен, ну, решает у вас народ. Да. У нас, когда, в принципе, то есть, ну, есть руководство, то есть, страны, если президент, он решает государственные, ну, просто так, как это... А народ — это такое, это все крестьяне. А, нет, народ — это не крестьяне, народ — это люди. Ну, это люди говорили, вот, например, тоже военнопленные, что так нужно воспринимать то, что есть. Вот мы говорим, то есть, это должны решать править серьезно. А то есть, ну, Херсонская область, мне кажется, что это украинская территория, и Крым — это украинская территория, и Запорожская область — это украинская территория. Отписали в 1954 году, если не ошибаюсь, Никита Хрущев. Серьезно? Ну, насколько я знаю, это серьезно. А коренное население кто в Крыму? Крымские татары. Да. И что дальше? Там что было когда-то? Может, еще дальше зайдем? Я... Андрей, ну, может, подискутируем, да? Да, я говорю. Ну, я тебе просто говорю, да. Причем здесь 1954 год? Ну, Крым стал украинским с 1954 года. Начнем с того, что это была раньше Книевская Русь, то есть само слово «Русь». А то, что это был, как у вас говорят, Родянский, это был Советский Союз. Ну, насколько я знаю, до 1939 года и Львов был больше. Как бы только с 1939 года, насколько я знаю, он стал украинским. А как бы... И что? Я не знаю, чьи это территории. Как бы, по идее... То есть Украина такой страны не была, да? Смотрите, лично мое мнение. А когда Украина захотела отсоединиться в 1991 году, ей дозволили это сделать. Почему же, когда... Ну, я не знаю, опять же, мне говорят, то есть ваши... То есть люди то, что в Крыму там забежали зеленые человечки, как говорят... А говорят? Ну, я опять же... Так Владимир Владимирович сказал, что да, было руссками. Меня там не было, я этого не видел. Я знаю то, что я как бы общался с человеком, который был в Крыму до 2014 года. И у меня есть знакомый, который в принципе... То есть он из Крыма, он родился там, он вырос. Я разговаривал с ним. Он говорил действительно то, что очень большая часть населения была, скажем так, пророссийская. Так же самое, как и многая часть населения была украинская. То есть это, знаете, 50 на 50. То есть, ну, мне насколько известно, я с ним разговаривал. Они действительно, что он, что его семья действительно хотели жить в России. Я не знаю, как другие. Я говорю за человека, которого я очень хорошо знаю. Ну, а то, что твой друг — это не большинство? Я понимаю это. Просто, как любят говорить, ну, у вас забежали зеленые человечки. Но, опять же, если, допустим, представим то, что Крым захотелось бы... Я видел. Вот мне-то веришь? Я был в Крыму. Да, там были русские военные. Да, я видел, как они в Керчь приезжали. Я лично это видел. Без нашелоги и так далее. Без ничего. Я это видел. Да, там были зеленые человечки. Были. Я это лично видел. Они с автоматами и пулеметами вышли на улицу. Они там были, Андрей. Без шеврона, без ничего. Как злодеи. Не как русские солдаты. А как непонятно кто? Ну, если они в российской форме, то не значит, что это русские солдаты. Форму у нас можно купить в любом бою. Там был пиксель. Пиксель можно купить в любом бою. Так кто это был, если они русские? Я не знаю, кто это был. Лицо истинного русского солдата. Ничего не знает. Украины как страны не было. Крым подарили. Но почему Украины как страны не было? Так можно сказать спасибо русским? Причем тут спасибо, скажем, русским? Смотрите, мы с вами дискустируем. Я вам говорю свою точку зрения. Нет, так я это понимаю. Русские солдаты довольно-таки много знают. Просто не хотят об этом говорить, скажем так. О чем? Ну... Там много. Мы братский народ или нет? Мы братский народ. Я считаю, что мы братский народ. Нет. Потому что братья не убивают братьев. Андрей, это будет на века. Это не будет на века. Украинская нация простит Российскую, но простят уже не нас. Я вам говорю, простят, но простят уже не нас. К сожалению, простят уже не нас. Спасибо.